Я давно хотел подстричься, вот увидел отличного мастера. К сожалению, я не очень говорю по-английски, то есть вообще не говорю. My English is the best. Так что делай, как тебе сердце твоего залили. Взгляд у меня обреченный, котят, а? Постригся в парикмахерской за 300 рублей. Осторожнее, они там наверху. А ты иди под крышу. Я вообще осторожнее. А вон они, вон еще. Здорово. Разговаривай, а ты чай что-то. Черт. Так, все, пойдем, а то стащат телефон. Слушай, из мультика не из мультика, они собираются вокруг нас, пойдем. Значит, добром это не кончится. Обезьянок в Варанасе, в принципе, хватает. В Варанасе у каждого своя парикмахерская. Этот берег, где сжигают мертвых, где я раскинулся в Варанасе, это благословенное место. Благословенный берег, тут все и живут. А вот там, за моей спиной, туда улетают души мертвых. Это берег мертвых. Там живут только садки, отшельники. Жить там нельзя. Видите, все вкусно. Сегодня мы поехали на берег мертвых. Ну, просто не то, чтобы отметиться, но просто там песок, красиво. Подплываем к берегу мертвых. Прекрасная панорама Варанасе, благословенного берега. Говорят, ботинки надо снимать. Вот люди купаются в Ганге, а мы в Ганге промочим ноги. Потому что иначе мы из этой лодки не выйдем. Но это, кстати, нормально в священной реке Ганг промочить ноги. Так и надо. Люди специально сюда купаться приезжают. Ну как, не купаться, а промываться. Раз уж мы сюда приехали, мы решили пойти в пустыню. На лошадке не поедем, пойдем пешком. Верблюдов здесь много в наличии. Можно кататься на них, на лошадях. Но мы любим гулять, как будто ты находишься в какой-то пустыне. А это всего лишь тот берег Ганга, берег мертвых. Наверное, интересно, сколько мы заплатили за лодку, например, за эту весельную. На тот берег, на берег мертвых, на этот берег, где мы сейчас. Сколько то стоит, сколько это. А тут точного ответа нет. Сколько договоришься. Может, мы много платим. Может, мало. Мы пытаемся торговаться, но что-то особо у нас не получается. Но есть другая какая-то еще история, что, например, что-то надо нам, важное для нас купить. И я помню, что есть какие-то небольшие деньги вот в определенном кармане. Я туда залажу рукой, и там ровно та особа, которая мне нуждалась. То есть, у меня одни деньги лежат большие в таком, в кармане, которые глубоко, а другие, которые такие расходные, они вот прямо в боковом кармане куртки. И только мне что-то понадобилось на что-то важное, но не очень дорогое. Я лезу в боковой карман, и там ровно та сумма, которая мне нужна. 400 рублей, 1500 рублей, там 200 рублей. Там всегда находятся эти деньги. Причем, что интересно, сегодня эти деньги нашлись, когда их там, в принципе, и должно было быть. То есть, я помню, что у меня пустые карманы, и белких денег нет. Но я лезу туда, и нахожу там вот ту самую милость, которая мне нужна в этом моменте. Песок не горячий. Потому что на улице сейчас где-то, ну, плюс 15. На улице. В Индии, в Варанаси. Ноги в Ганге мы помочили. Это правильно. А нам уже машут лодочки. Наш весеный лодочник, что надо плыть обратно. Вот впереди идет наш маленький лодочник. Ведет нас к лодке. Он каждый день мочит свои ноги о священном Ганге. Покидаем берег мертвых, где плечутся в Ганге индийские туристы. Священная река Ганга. Священная река Ганга. Священная река Ганге. Священная река Ганги. Священная река Ганге. чего ему жальelt priced в Ганге. Сломите посетям급леннее. В pelvis. В мир и орд hintermooe. Каж rate как раздаст мотерр ke missiles. Священная река Ганге Когда усталая подлодка из глубины идёт домой. Ганг широкий, прекрасный. Кстати, Волга может быть и шире. Но Ганг нам очень свои лучшие струты, который сегодня показал. Это Масролати знаменитый. В отзывах написано, что кафе Сол лучшее кафе в Вородасе. Я думаю, что человек попал куда-то, поел и подумал, что это уже лучший кафе. Вообще, можно поспорить с лучшим кафе. А можно не спорить. Можно смотреть на Ганг и ужинать. У него свой пакет несколько дней. Там что-то лежит у неё. И вот мы думали, зачем решётки. А теперь мне понятно, зачем решётки. Местные так не особо олезьян любят. Да, это местные кошки, но кошки такие, как бы, не самые приятные. Не погладишь. Не погладишь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...